В этот день, 22 ноября, родились Владимир Даль, врач, писатель, этнограф, автор толкового словаря живого великорусского языка. Родион Малиновский, маршал Советского Союза. Михаил Миль, известный советский конструктор вертолётов серии «Муль». Михаил Леонтьевич, сибиряк, уроженец Иркутска. А учился он в Сибирской университетской столице, Томске, местном политехе, потом в Новочеркасске. Из его воспоминаний. Впервые я услышал слово «автожир» в 1928 году от своего товарища Миши Захарова. Он с увлечением рассказывал мне о новом типе диковинного самолёта, у которого вместо крыла был самовращающийся винт. В то время даже слова такого, как «вертолёт» ещё не было. Вместо него «автожир». А слово «вертолёт» придумал Николай Камов, как и «Миль», уроженец Иркутска. Больше того, после выпуска «Миль» пришёл к нему на работу. Начинали работу над летающими машинами, а не вместе. Два будущих классика вертолётостроения. В 1936 году, в свои 26 лет, «Миль» сделал автожир А-12. И он сразу поставил мировой рекорд скорости для таких аппаратов – 260 км в час. Работу над вертолётами прервала война. Зато сразу после неё настало время «Миля». В 1945 году он собрал первый настоящий советский вертолёт Ми-1. За следующие 20 лет появилось целое семейство машин Ми. Тяжеловес Ми-6, легендарный Ми-8, Ми-12, установившие рекорды грузоподъёмности. К сегодняшнему времени 9 из 10 вертолётов России относятся к серии Ми. Её же зачинатель Михаил Миль умер в расцвете сил в 1970 году. Ему было всего лишь 60. В этот день, 22 ноября 1605 года, в Кракове, Лжедмитрий I обручился с Мариной Мнишек. Это был единственный случай в истории, когда формальная русская царица так и не приняла православие. 22 ноября 1853 года произошёл героический бой фрегата «Флора» с несколькими пароходами Турции. В 1853 году началась очередная война России с Турцией, первоначально весьма успешная. Не пугало даже численное превосходство неприятеля. Одной из первых морских побед России стал подвиг скромного фрегата «Флора». Корабль патрулировал восточное обережье Чёрного моря у мыса Питсунда, когда на него напали три турецких парохода. Надо понимать, что это был первый в истории бой между парусным фрегатом и более совершенными паровыми судами. К тому же османским отрядом командовал английский адмирал Слейт, а «Флорой» — совсем молодой капитан Скоробогатов. Несмотря на то, что всё было против «Флоры», русский корабль принял бой и благодаря мастерству капитана и команды заставил пароходы отступить. На следующий день два турецких борта пустились в погоню за русской шхуной «Дротик», показавшейся на горизонте. Из-за этого «Флоре» пришлось идти в атаку на адмиральский пароход. Это заставило турецкие корабли сгруппироваться и отстать от шхуны. И даже так, втроём, турки не смогли ничего сделать. Скоробогатов и команда идеально управлялись с пушками и парусным судном, а вот османы не воспользовались преимуществом парохода в скорости и слишком торопливо вели огонь. «Флора» получила незначительный урон, зато пароход отмирала Слейта, пришлось с позором буксировать с места боя. В первом сражении между парусными кораблями и пароходами победила старая школа. 22 ноября 1941 года открылось движение по ледяной дороге Ладожского озера. Наконец-то голодающий Ленинград мог получить крупную партию провианта. 22 ноября 1960 года введена в строй первая очередь МКАФ. В 20 веке автомобили стремительно захватили улицы Москвы. Уже в 30-х появилась идея сделать вокруг столицы большую кольцевую автодорогу, пересекающую все основные междугородние магистрали. Но проект свернули из-за Великой Отечественной войны. Правда, даже в годы войны Комитет обороны решил построить временную дорогу, по которой бы перебрасывали технику и войска. В кратчайшие сроки это было сделано. Новая временная сеть дорог по факту окольцевала Москву. Уже в 50-х годах вернулись и к проекту большой кольцевой дороги. По плану трасса проходила в 15-18 километрах от центра города. Общая протяженность достигла 109 километров. Это было две проезжие части шириной в 7 метров, разделенной зеленой полосой с высокими бордюрами. Первую очередь сдали в ноябре 1960 года. 48 километров от Ярославского до Симферопольского шоссе. Уже через два года кольцо вокруг столицы замкнулось и стало неофициальной границей города. МКАД прочно закрепилось в качестве одного из символов Москвы. 22 ноября 1963 года в Далласе был застрелен президент США Кеннеди. Американцев удивила реакция в Советском Союзе, где в память об убитом главе враждебной страны даже звонили колокола церкви. Таким был этот день 22 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова